Доброго дня, дорогие дамы и господа! Сегодня настроение Don't Speak, Don't Tell Because It Hurts. Ничего, никакой драмы, просто немного Гвен Стефани сегодня запела в моей голове, когда я проснулась. Я решила повторить ее образ из клипа Don't Speak, потому что это супер актуальный мейк. У меня уже есть тон, и дальше я решила накраситься вместе с вами. Так что поехали! Первое, что сделаем с вами, это всякие контуры и брови. Это все будет конкрет-чоколад. В клипе Гвен Стефани, если помните, у нее достаточно темные брови, они тонкие, потому что 90-е были тонкие. Нам такие тонкие не надо, но складку верхнего века мы проработаем как раз подобным образом и коррекцию лица сделаем с помощью конкрет-чоколад. Так, небольшой скошенной кисточкой синтетической. Нарисуем-ка себе супер-скулы, супер-четкий овал лица, тоненькую шею, что декольте открыто. Кстати, можете еще вам лайфхак. Здесь вот конкрет-чоколад прорабатывает немножко ключицы. Смотрите-ка, сюда чуть-чуть. Как бы по обе стороны чуть-чуть затемнить, она станет у вас более выраженной, будет казаться худее. Прием, который часто на съемках используется. Не часто, а всегда. Боковые поверхности лба. Линия роста волос. Очень важно все соединить, вот финальные движения, чтобы у вас такие как буквы Е были. Чик-чик-чик-чик. Чтобы не было ощущения, что скулы отдельно нарисованы, лоб отдельно, подбородок отдельно. Сразу все будет выглядеть очень фейково. Носик. У нас с вами яркие губы сегодня и достаточно легкий макияж глаз. Я вам расскажу секрет. Когда голый глаз и яркий акцент на губах, нос визуально кажется шире. Поэтому разоботьтесь его легкой коррекцией. Будете корректировать только вот здесь, вот с кончика начинайте. Вот эту зону вообще не трогать. И растушевать. Это даже не растушевать, это просто чуть-чуть смягчить. И складка верхнего века достаточно широко и достаточно мягко. Контур вообще не будем прорабатывать сегодня. Видите, какая у меня широкая достаточно кисть для того, чтобы затемнить практически до бровей. Практически, кстати, ключевое слово здесь. Сразу брови сделаем. Как я уже сказала, у Гвен в клипе Downs Peak очень тонкие брови. Тогда у всех такие были. Но крутость использовать какой-то канонический образ заключается в том, чтобы брать какие-то отдельные элементы. И вот в данном случае мы берем цвет бровей, они такие коричневые, потемнее. На контрасте со светлыми волосами особенно заметно. Но оставляем форму естественную. То есть, когда вы какую-то стилизацию делаете, вдохновляетесь кем-то. Не старайтесь как-то диатрально ее скопировать. Берите какие-то отдельные элементы и привносите их в свой образ. Тогда получится круто. Думаю, пока достаточно. Сразу немножко еще выделю губы, чтобы потом было проще их окрашивать ярко. Конкрет беж. Он у нас будет в качестве основы в макияже глаз. Базовый цвет. И в качестве красивого, нежного, очень румянца. Беж это такой один из самых базовых оттенков. Он делает губы а-ля Джей Ло, очень светлые, красиво, с блеском или матовым в дополнение к смоке. Он классный базовый цвет для того, чтобы красить глаза. Видите, он такой нежный-нежный, с легкой розовинкой. И он крутой, очень крутой, как пастельный румянец. На нашем сайте они продаются парочкой. Набор называется Тирамису, потому что шоколад с бежевым кремом очень похож на Тирамису. И если их покупать парочкой, то у них спеццена. Имейте в виду. Потому что это очень хорошее базовое сочетание, когда один конкрет очень круто дополняет другой. Фарфоровый, очень легкий румянец. Получается очень нежный. Я его беру достаточно плотно, потому что он пастельный. И мы можем здесь не оттенком красить, а прям цветом. Чуть-чуть везде растушую. И накрашу ресницы. Клиник Хаймпак Маскара. Базовая черная тушь. Потому что ресницы здесь слишком яркие не нужны. Такой хороший повседневный вариант нужен. Весь акцент будет на губах и еще немножко на бровях. Но не на глазах. Глаз чистый должен быть. Мы его выделяем, чтобы он просто на фоне ярких губ не потерялся. Брови зафиксирую лаком. И губы. Губы у нас будут оттенка Dark Red. Это конкрет, который, мне кажется, идеально повторяет цвет губ в этом клипе. Я, как видите, крашу губы прямо с тубикой. Не надавливаю, а просто носиком тубы. Прокрашиваю. Чуть-чуть не доходя до контура, потому что контур мы будем чуть-чуть растушевывать. Нанесли и кисточкой чуть-чуть смягчаем и одновременно выравниваем контур. Выравниваем симметрию. Готово. Я не буду слишком сильно припудривать кожу, потому что мне нравится эффект легкой испарины. Потому что у меня тон вообще не зафиксирован. Я немного с помощью фикси-паутер нашей пудры звезды матирования и сглаживания пор в макияже блогеров я чуть-чуть только припудрить центр лица между бровей и центр подбородка. Вот здесь пускай остается легкий блеск. Это красиво. Так, сейчас я беру тут тушь отпечатавшуюся. Когда тушь высохла, она очень легко водной палочкой соскабливается, не повреждая конкрет, не втираясь в него. Я вот, вы знаете, уже перестала к 32 годам думать о том, что я когда-нибудь начну ресницы красить так, чтобы не заляпывать верхнее веко. Я всегда это делаю, и, в общем, меня это совершенно не парит. Так что, если у вас the same situation, ватной палочкой убрали, все красиво. Ну что, сколько времени мы потратили? 5 минут? 7. Один из самых быстрых мейков, которые мы делали, и при этом посмотрите, какой он эффектный. Очень важно, что мы здесь соблюли очень ловко баланс, когда лицо не перегружено акцентами. То есть, вроде бы у нас яркие губы, у нас, в принципе-то, выделены глаза, и очень достаточно акцентированы брови. Но из-за того, что мы для бровей выбрали естественную технику, штришочками, дорисовывая волоски, они не бросаются в глаза, они не становятся такими яркими. Мы очень, естественно, подчеркнули исключительно форму глаза и реснички, которые дают эффект контура глаза. И все, внимание, сосредоточили на губах. И в губах, что очень важно, плотно цветом покрываете и немножко, немножко, совсем, вообще чуть-чуть растушевываете контур. Пересмотрите, пожалуйста, видео про вибрирующий контур. Я рассказывала, я там на примере конкретно Hot Red показывала, как сделать вот этот модный контур, который вроде бы четкий, а вроде бы чуть-чуть, как будто бы вот он вибрирует, дрожит. Ну и на самом деле вы можете здесь губы сделать абсолютно нейтральные, можете сделать себе какие-нибудь другие яркие губы. По сути, мы сделали сначала базовый макияж, это вот комплект Concrete Chocolate и Concrete Beige. И дальше сверху можете надевать себе любые губы. А можете вообще губы не надевать, можете с помощью этого же Concrete Chocolate сделать смоки, тоже вам как-нибудь покажу. Вот, и еще на что я хотела обратить ваше внимание. Вот даже при таких ярких губах румянец легкий, он обязательно. Но здесь очень важно не перестараться, и если у вас плохо получается растушевывать яркий цвет в легкий румянец, и вы получаете смотрешка, то я вам очень рекомендую Concrete Beige, как универсальный оттенок пастельного румянца, который подходит и для светлых губ, и идеально дополняет яркий. Видите, румянец есть, но как бы щеки не перегружены, и получается личико какое аккуратненькое, все очень фарфоровое. Здесь потому что очень важен вот этот баланс. Вот чуть-чуть ярче румяна сюда добавим, и все, и как бы весь этот макияж опошлится, и сразу станет каким-то бабским. А мы с вами Гвен Стефани в лучшие ее годы, так что пойдем кому-нибудь вон спик скажем. И вообще, кстати, пишите какие-нибудь свои запросы в комментариях, какие вы еще хотите мейки, может быть, из каких-то клипов, или из каких-то фильмов, чтобы я вам показала вот именно такие носибельные. Хотя и не носибельные тоже, ярко для вечеринки я вам тоже могу показать. Я аж каждый день крашусь, и в принципе могу краситься вместе с вами, если вы мне дадите какой-нибудь запрос, что вы хотите увидеть. Я, конечно, сейчас предполагаю, что сериал «Эйфория» будет весь в комментариях, но на всякий случай, да, вдруг у вас есть любимая киногероиня или какая-нибудь певица, клипы, еще что-нибудь, в общем, пишите. Вот, все, хорошего дня, я всех целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok